МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По результатам месячника, который проводился с 5 октября по 5 ноября 2013 года, было проверено более 500 многоквартирных жилых домов, соответственно, бесхозные строения и места лиц проживания, которые ведут антисоциальный образ жизни. Скажите, пожалуйста, тяжело ли осуществлять контроль за так называемой группой риска гражданами, которые ведут антисоциальный образ жизни? Ну, естественно, что при проверке данных мест сотрудники отдела сталкиваются с определенными рода трудностями. В первую очередь, при проведении мероприятий частенько мы сталкиваемся с тем, что данные граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения, ну, соответственно, ведут себя неадекватно. В ряде случаев бывает просто, что не открывают дверь и не получается с ними пообщаться. А меры воздействия на таких людей, не существуют штрафы или что-то в этом роде? Естественно, в рамках административного кодекса предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилье. Если на первый раз можно их предупредить, то, соответственно, если постоянно нарушают правила пожарной безопасности, предусмотрены уже штрафы. На граждан сумма составляет до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, ну, и, соответственно, на юридических лиц более 200 тысяч рублей. А насколько велика вероятность возникновения пожаров в квартирах таких жильцов? Вероятность пожара, так скажем, очень велика, потому что люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не контролируют свои поступки. Естественно, что нарушают меры элементарной пожарной безопасности. Ну, понятно, что ежемесячно у нас проводится ряд профилактических мероприятий. А за рамками таких операций вы ведете какую-то работу с такой корридорией людей? Естественно, с данными гражданами данная работа проводится не только в период операции жилье, но и постоянно, в течение каждого квартала проводятся с ними профилактические мероприятия. Но вот вы говорили о том, что все-таки у нас предусмотрены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. В рамках операции жилье и вообще в этом году были оштрафованы люди? Да, абсолютно верно. При проведении, допустим, операции жилье мы проверяли также управляющие компании, это ООН ЖСК, жилищный сервис, ООО ВТВК. По результатам были составлены, сейчас, если мне не изменяет память, составлено 6 протоколов на юридических лиц, 3 протокола на должностных и 11 протоколов на граждан. А управляющие компании по какому поводу вы проверяли? Были предписания, и мы осуществляли контроль за исполнением предписаний, то есть проводились внеплановые проверки. Ну, то есть предписания по устранению нарушения правил пожарной безопасности? По устранению нарушения, да, соответственно, был срок поставлен исполнение до октября этого месяца. В период месячника совпали эти проверки с месячником, вернее, в период месячника они проводились. А вот в Ноябрьске уже была ситуация, когда выяснилось, что у нас далеко не все образовательные учреждения соответствуют требованиям правил пожарной безопасности. На сегодняшний день, как обстоит ситуация? Все ли образовательные объекты соответствуют? Ну, я могу сказать, что начиная с 2010 года, 2010, 2011, 2012 была продержана большая работа. На сегодняшний момент, в 2013 году, у нас все образовательные учреждения получили лицензию на образовательный вид деятельности и нарушений они не имеют. Последнее нарушение, которое было устранено в 2013 году, касалось школы номер 3. Там по предписанию было им указано на замену, так скажем, противопожарных датчиков. В 2013 они произвели реконструкцию системы противопожарной защиты и нарушение это было устранено. Вот скажите, пожалуйста, понятно, что когда у объекта есть ответственные, есть кого наказать. А вот как быть, когда объект бесхозный? Отделом надзорной деятельности ведется работа в данном направлении. Каждый сотрудник на закрепленной территории проводит и выявляет данные места, то есть бесхозные строения проводят, если в них осуществляется, так скажем, проживание граждан, проводят там профилактические беседы. Ну, вот я так понимаю, что эти объекты, они все-таки на балансе у администрации, то есть у НГДИ, соответственно. То есть эта администрация несет ответственность за состояние вот этих объектов? В большинстве случаев, да. Ноябрьский городской департамент по имуществу данные строения, так скажем, числились на балансе в администрации. Ну и то есть, соответственно, если вот в бесхозном строении происходит пожар, ответственность в итоге кто несет, а тем более в том случае, если при пожаре еще страдают или гибнут люди? Ну, допустим, если граждане самовольно захватывают данные, так скажем, строения и осуществляют там проживание, то естественно они несут в первую очередь. Но если эти здания числились на балансе администрации города, то соответственно, ноябрьский городской департамент по имуществу. То есть, соответственно, у нас МГДИ должны были предпринять все меры для того, чтобы не допустить, чтобы кто-то там, кто-то туда самовольно заселил. Естественно, естественно. Допустим, если граждане были расселены с данных строений, соответственно, необходимо применять меры сразу к сносу данных зданий. Ну, все-таки контролировать, наверное, сложно, потому что у нас хватает сегодня таких домов. Или у вас есть возможность, людей хватает и никаких проблем не возникает с этим? Ну, с сотрудниками практически все строения проверены, поэтому проблем не возникает. Зачастую появляются новые строения, люди выезжают, поэтому проблем не возникает. Все на учете числятся, надзор осуществляется постоянно. А есть у нас в городе какие-то районы, вот такие, скажем, как пожароопасные, можно их назвать такими? Или в которых есть какой-то потенциальный риск возникновения пожаров? Или это только отдельные квартиры, отдельные дома? Ну, допустим, места, где проживают антисоциалы, вот они наиболее пожароопасные, относятся, допустим, более на подверженными вероятности возникновения пожаров. Ну, то есть это не отдельный какой-то район, это разные части города? Да, 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 это в зависимости от граждан, которые там проживают. Соответственно, если они соблюдают правила пожарной безопасности, то никаких к ним вопросов нет. Ну, вот скажите, вот Вы приходите к людям домой, Вы выписываете им предписания. Если они не выполняют эти предписания, соответственно, они получают штрафы, а потом вот линия их поведения как-то меняется, есть какие-то улучшения? Ну, зачастую, когда люди привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, им, соответственно, выписывается предписание на устранение данных нарушений, и зачастую сознательные люди идут на устранение. То есть все решается, то есть нарушения все устраняются. А прям злостные нарушители в Ноябрьске есть, которым что штрафы, что предписания, все в общем-то бесполезно? Ну с такими вот сейчас, по крайней мере, в период Мещника мы не сталкивались, поэтому я бы сказал, что нет. Ну вот, собственно, до Нового года у нас осталось совсем мало времени. И само собой жители города, и в том числе и те, кто ведут и антисоциальный образ жизни, будут приобретать пиротехническую продукцию. Какие бы Вы могли дать рекомендации по этому поводу? Ну, совершенно верно. Данная продукция пользуется спросом с приближением новогодних праздников, Нового года, Рождества. Хотелось бы гражданам пожелать то, чтобы они покупали данную пиротехническую продукцию только в специализированных магазинах, требовали инструкцию у продавцов. Соответственно, сами ознакомились с инструкцией, соблюдали меры безопасности при пользовании данными изделиями. Ну и все. Андрей Викторович, я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы выбрали время и ответили на наши вопросы. А еще раз хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был начальник отделения по надзору за объектами нефтегазового комплекса Андрей Вдовин. Еще раз спасибо Вам. Всего хорошего. Вам спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!